Около 25 миллионов тенге должны вернуть государству жители Павлодарской области, получившие АСП нового формата. Речь о тех, кто скрыл истинные доходы, в том числе урожай на огородах и домашний скот. Все подробности расскажет Тимофей Голь. Всего во время проверок и личных визитов получателям социальной помощи нового формата выявили 1400 нарушений. Отказ в начислении государственного пособия уже получили более 550 семей. Получается 574 на сегодняшний день семьи. Это 100% подтвердились нарушения и сокрытия. А сумма, я говорю, примерно где-то 25 миллионов. 24-25 миллионов. В течение месяца они могут в добровольном порядке вернуть. Если по истечении месяца семья не возвращает деньги, то в судебном порядке, естественно. Добровольно вернули деньги государству 16 семей. Сумма составила 5 миллионов 400 тысяч тенге. В ходе проверок оказалось, некоторые получатели АСП имеют две работы, а данные предоставляют с одной. Чаще всего забывают указать домашний скот. В основном крупный рогатый скот, мелкого рогатого скота очень мало выявляется. В основном выявляется продажа крупного рогатого скота. Допустим, продали, а доход же от этого тоже считается, от продажи. Огород обязательно в доход садится. Все, что есть на огороде. Всего в Павлодарской области АСП получают 7 993 семьи. Это около 36 тысяч человек. При обращении сотрудники Центра занятости с письменного согласия актуализируют карту персонального учета. В общей базе данных находится информация на каждого гражданина. В том числе о семейном положении, детях, доходах, пенсионных отчислениях. Это упрощает процесс рассмотрения заявления о назначении пособий. На днях павлодарские чиновники обнародуют новые правила начисления господдержки. Тимофей Голи, Фаерий Павлов, телекомпания Ирбис.